Это бесплатно? Конечно, бесплатно. Я же беседу, не знаю, что, наверное. 16 лет ждал вас с днём ночью, зимой летом, дождался. Почему же не пользоваться? Поэтому начнем замок. Замок НСДП, памятник истории архитектуры 14 века, памятник идеального значения, музей под открытым миром, с архитектурными формами различных эпохов. На сегодняшний день это единственный замок, который живет своей жизнью. То есть у него свои традиции, обычаи, законы свои, свои администрации, свои деньги, свои газеты, свои армия специалистов, 10 000 человек на каждый сезон. Сезон начинается с 1 мая по 10 октября. В течение сезона, как бы это было, с помощью профессий, конференций, симпозийных съездов и различных фестивалей. Фестиваль молодости, сказок, фестиваль современного искусства, фестиваль традиционных искусств, средневекового и фестиваля. Соответственно, с 10 м сезона по 1 мая, в межсезон или в зимний сезон, вы нашли по стратегии развития нам будущего отдачусь с вами приятели в настоящий сезон. В праздник крайне мало и туристов слабого мало. Туристы, как видите, здесь помочь на эффект, так решили с 99-го года. То есть ими тоже занимались. Мы подняли сейчас с вами на крепостную стеночку, отделяющую форму боевой двор отшлез по замков площади. Архитектоника этой крепостной стены осталась тоже 14-го века. То есть ширина этой боевой грязи и ширина фактически этого коридора теперь. Ширина каменной четверо и глубина этих залов. Сейчас один из них увидим. За ненадобностью такой квалификации в последующие уже века расшили бойницы в иконные проемы, из толщины стены выбрали стой материал и обводившийся этот материал используют для создания на галереи вот такого простенка нормального. То есть для создания второго крыла крыши. Двускатная теперь уже. И, соответственно, в сторону форму для сбора воды. Для этого булыжный мостовой сделали лепневочками такими, лучшеобразными, собирающими воду в Энцеске-домбудах, в Араватове, в Араватове, в Араватове, в Араватове, в Араватове, в Араватове, на середине колонец. Сверху это лучше видно, чем внутри. Естественно, вам внутри захотеть нельзя, как вы понимаете, там его только специалисты. И два этапа реконструкции прошло. То есть чистка и консервация, опять же, двух типов. Потому что все-таки экспериментальная огромная школа, замок Констегор. И там батл эксперимент для главного архитета Московского Кремля, студентам архива. В общем, методически уже, скорее всего, переписывают, как вы должны консервация такого типа. Мы сейчас увидим одну из них. Одну видим уже, конечно. А другую, в наших экспериментах, мы ее видим здесь. Это таичные окошки. То есть, таичный образный заход этих лучников от болельщиков в Турцовский дом заложен, но в 18 веке эту позднюю готью, эту стих позднюю готью, повторили здесь этим окошечком. Но символизим про стенок, это подхабка. Система барона называется подхабка. Это крепостная стена, обнимается все сторон. Турцовский дом, это на углах из дома кожи. Заканчиваются башенками. И самая большая башня, это Турцовский туалет Данскер. Уходил за пруду далеко. Закруд сделан на основании реки Чернобыр. Здание зачатой медницы, которое там поставлен до сих пор стоит, модернизировано немножечко, и на нем указывается металл 1436 года. Остатки воды уже пустили, вон под два граница не когда-то. В целом большое время, как украшение глубины. Вот там уже точно самостоятельно граница прогуляться, потому что там точного времени нет. Геологический зал, гораздо длиннее, но в таком объеме справляется. Единственное, что его поставили на ремонт, и в ремонт состоянии он, видите, тоже продолжает работать. Убрали стационарное оформление, такой ликбез, но все равно жизнь на час не затухает, поэтому там за неделю можно объяснить, что происходило. Шитульский театр выступал, девочка диплом защищала по очередной реконструкции замка. Художники сняли свой пленэр, фотохудожники повесили свой фрейслайн, с песком девушка, так сказать, позанималась, показала картину, знаете, моду, да, с песка все делали, авторское кино показали, клипы рокеры сняли, то есть, ну, работа продолжать каждая. Пойдемте, потому что мы сейчас стоим, так быстро и покажем, будущее замка, прошлое замка. Если вопросы есть, на любые отвечаю. Большая реконструкция замка планируется? Вот там два видим, сейчас еще один покажи, возьми и три. Естественно, внизу, так не остались, все делается. Это два свалка стоят. Ну, как делается, новейшая история замка планируется. Под нами, если инфраструктура заинтересует, это следующим образом. Как вы пираточки показываете, у вас с этой стороны, под этой гриле начинаются входы. Звукозаписывающая студия не доделано, потом гараж, он очень обманчивый, не только служим танцам, потом во время фестиваля открывается ворота, и там вдруг площадка не музыка. Потом мастерские, это художественная изба по дереву, ворота, чеканка, керамика, обработка янтарья, литье, в расчет качества переехал в замок Георгингу. Ну, тут даже ушли наши лица, естественно. Потом идут от кампуса, это развилка на, сначала туалеты, на области, маленькие туалеты, потом кофе-паузная развилочка такая, вот она и есть, там на кинозал, там зал, приемный для министра, и так далее, то, что вас интересует. А в том крылье слева у нас состоит в директорском издевое офисе, в мансайдер части тоже не нужно. Здесь, на втором этаже, музейная экспозиция, ну и вот, концертная часть. А это андеграунд. Пойдемте на андеграунд. Андеграунд слово понятно? Да, подземка. Нет. Ну хорошо, начало нацетого века, андеграунд. Ну а в стиле искусства, как андеграунд вы имеете, да? подполье, знаете, что такое, да? И переводится буквально, ну что такое подполье по-советски, понимаете, да? Хорошо. Тогда заходим. Потому что мастерская особенная, она публичная для вас, и пассажир для меня. Щас тебе раз. Сейчас модель, которую я обновлю, эту, что она должна быть всегда. Вот, полетает модель. Сильно можно туда не смотреться, сейчас дам клубную карточку у себя на своих мониторах дома, спокойно переваривайте в свое путешествие, и уже тогда возьмите клубную карточку, одной вам, очевидно, хватит. И на ютубе можно показать ее, да? Ваши экскурсии, да? В смысле, это не экскурсия? Ну, тогда не надо показывать, потому что вы фальсифицируете мне то, что вы как поняли, так и покажете. Да нет, ну что, да я вообще ничего не комментирую. Тогда ничего не показывать. Ваше путешествие, может быть, вполне фотками направлено. Хорошо. Ну, хорошо, пойду, пойду, пойти, надо пойти, поэкрантолируй, там, на ютубе, на этом. Итак, я продолжаю. Методический столик показывает на прошлое замка. То есть, вот там будущее, а там прошлое, а вот настоящее. Такая машинка мне не получается. Мы стоим в этой, на грантной башне. Тут самое интересное, на грантной башне, по одной простой причине, мы в ней стоим. У дорожки в свое время был выигранным, реконструированным, до 14 века, мы готовимся рукой. А там самое интересное, в той реконструкции 21 века, это аварийная служба машинка. То есть, хочу выпендриться просто, потому что все время нужно какое-то историческое обоснование аварийному заезду, но в такой флатификации и никакого аварийного заезда нет, конечно. Замок Георгенбург, военная майорка города Крещанниковска, туда же, в первую очередь, подложить проект. То есть замок, уже не умрет, естественно, очищен, и жизнь в нем какая-то есть. Но это два тевтонских замка. Эпистолистам интересны, конечно, древние польские замки. По одной, тоже простой причине, так тут составляющая русская нация, КПР. Морь, Варяжская, правильно по-русски название, польские земли. Вот кусочек Сталин выдал, как трофейный дрон, например, на Градскую область называется, а и череда подвозьми, на дрове, в центре ее настои, в соединении пяти знаковых репт. Все это действительно похоже. Но Черняковцы об этом знаке, хотя это неинтересно. Надо помнить, что был Черняков, сгон, по-русски, по-русски. К сожалению, для замка, к счастью, для вечерника, все здесь по-русски. Четыре точки, вот этот пассивился, дальше точку, видим, без трассы. Начинается, в замке Топлакен, заканчивается, квартирами, которых нет. Эти замки встречаются по пути, все. Успались, кажется, две трассы. Новые и старые. Вот так первые десяточки, то есть, а вот продолжается. Следующий будет замок Шлёсберг уже, место службы верховного жейца всех пруссов. Десятку не удержался, все-таки упаковался с этой карточкой, с аннотацией на русском, на немецком печате, больше 250 лет, и работает до сих пор. Оформляется в следующем стиле 4 стихи, естественно. Новый набор открыток формируется двусторонне, для поклейки Мара, подарок филотеллистов, не только филотеллистов, осталось той же самой точки съемки. Сомнительный анонсельских домов, замок Георгенбург, замок Остагон, естественно, не разные. Это постоянно в боях, и сейчас в боях, только формируют. Ну, а это выход уже за рамки замковой темы, усадьба, гладиторик. Ну, уж легче сказать, чем замок не занимается, меньше чем заниматься. То есть, еще и объекты, ну, там, конспекты посмотрели, и все. Денежка наша, ну, такая, ночью выйдет, односторонне, копия-пилотские монеты, если хочется, может приобретать, что-то стоит документальный, на русском, на немецком, что-то приходится отрисовывать, поючая линии к автографу, ну, и уже авторские монеты. Станковая живопись, различная племянная живопись, масло, акварель, графика различная, творческая книжная графика. Например, Ленинградцев посвящено русских прусси. То есть, такой вот южный. То есть, он может посмотреть творческий южный.